Доброе утро! Я ранее бывал на спектаклях, где отсутствовала сцена и зрители сидели прямо рядом с актерами на одной плоскости или даже вокруг играющих актеров. Но это в любом случае были классические спектакли, только с воображаемой сценой и просто с большим приближением к действующим лицам. Но вчера я впервые побывал на иммерсивном спектакле. Это когда зритель находится внутри спектакля, внутри соответствующей обстановки, которую создает режиссер, чтобы усилить эффект передачи своей задумки. Вот мы вчера как будто побывали в том времени начала 18 века, времени крепостного права в России, ну или времени крепостного бесправия, времени зарождения и моды в дворянских кругах на крепостные театры. Честно скажу, я впечатлен. Помните знаменитое выражение, искусство может быть любым, плохим, хорошим, но только не скучным. Так вот, отправляясь на спектакль, я опасался, что попаду на модное и скучнейшее интеллигентское умничание и кривляние, на которое, как правило, заманивают, используя всякие модные словечки, типа иммерсивный. Но нам повезло. Мало того, что это было не скучно, это было еще и очень интересно, и динамично, и музыкально, и литературно, и архитектурно, и живописно, и костюмно, и светоэффектно, и серьезно, и комично. В общем, это было сферично, то есть объемно и всесторонне, как и сама наша жизнь, несмотря на условность происходящего. Это просто заставило меня забыть на два часа о своих делах и проблемах. Я жил этой жизнью, происходящей прямо передо мной, участвовал в ней, и при этом наблюдал интересную историю, глядя на нее со стороны. Хотя начиналось все очень буднично, в теоральном буфете, когда я покупал себе воду попить, и ничто, как говорится, не предвещало. Но вдруг в помещение буфета зашла крепостная актриса, протиснулась между присутствующих с бокалами шампанского, присела на подоконник и начала петь старинную народную песню. А за ее спиной, за окном, тем временем включился свет, и там кого-то буднично и деловито пытали на дыбе. Люди в буфете затихли. Хорошо, что не меня, наверняка подумали многие, хотя я уверен, многие заслужили. Ну а кто не без греха? И после этого нас, озадаченных, повели по усадьбе в гущу спектакля. Но сюжет я пересказывать не буду, просто поделюсь своими мыслями и впечатлениями от увиденного. Театр я люблю, но с театральной теорией особо не знаком, если не сказать, что вообще не знаком. И поэтому сам для себя различают два вида спектаклей. И называю их либо режиссерский, либо актерский. Это, конечно же, условное деление, так как все спектакли режиссерско-актерские. Но я делю их по степени уклона в ту или иную сторону. Актерский, в моем понимании, это когда успех спектакля в большей степени зависит от задействованных в нем актеров и их мастерства. В таком спектакле игра актеров жестко не регламентируется. Им позволены импровизации. Лишь бы они выдерживали заданную режиссером смысловую канву. И есть спектакли, в моей терминологии, режиссерские. Это когда успех спектакля практически полностью зависит от работы режиссера. Когда режиссером продумано все до мельчайших деталей. Начиная от оформления сцены, декораций, костюмов, освещения, светоэффектов, звукового и музыкального оформления. Детального выстраивания всех мизансцен. Задействование и зрительного зала, и сцены. Как по ширине и высоте, так и по глубине. И даже в таких спектаклях бывают продуманы и запахи в той или иной части театра или спектакля. А зачастую, когда режиссером продумано даже то, что предшествует спектаклю. В гардеробной, в фойе, в буфете. Но особо большое значение в таких спектаклях придается режиссерам обращению со временем. Выбору темпа спектакля. По-минутному, а то и по секундному расчету начала и окончания каждого действа. Когда и кому входить-выходить, произносить фразы, начинать петь, прыгать, плясать, хохотать, истерить. Когда и где включать и выключать музыку. Когда и где зажигать и гасить свет и так далее и тому подобное. Если пользоваться математическим языком, то это уже не арифметика, а высшая театральная математика. Это очень высокий уровень владения режиссерской профессией. Успех таких, в моем понимании, режиссерских спектаклей, конечно же, также зависит от таланта и мастерства актеров. Но в большей степени это кропотливая, вдумчивая работа и талант режиссера. Замену заявленных в спектакле, даже именитых актеров, зрители в таком спектакле могут и не заметить. А вот разрывы и несостыковки действий во времени приведут спектакль к провалу. Поэтому здесь также немаловажна отработка режиссером и слаженных действий работников сцены, осветителей, звукооператоров, механиков. То есть весь театральный коллектив, начиная от гардеробщика, должен работать как единое целое. В качестве хорошего примера, такого режиссерского в моем понимании спектакля, хочу привести спектакль «Триптих» по рассказам Пушкина в постановке Петра Фоменко, который я имел удовольствие посмотреть пару лет назад в его театральной мастерской. Здесь режиссером мало того, что было продумано все, вплоть до запахов, и было задействовано все пространство сцены и зрительного зала, но также был сделан даже не поминутный, а посекундный расчет хода спектакля. Но зрители, конечно же, не обращали на это никакого внимания. Для них все происходящее было естественным, само собой разумеющимся. Ведь в талантливо поставленном спектакле зрители не отвлекаются на мысли о режиссере и проделанной им колоссальной работе, и не думают об актерах, хорошо или плохо они играют, так как с самой первой секунды их захватывает происходящее на сцене. Перед ними живые люди, а не актеры, живая и интересная история. Их захватывает спектакль с его многогранностью, многослойностью, разноглубинностью, многоголосностью, разноцветностью и динамикой, когда все на одном дыхании. Вот таковым спектаклем и был «Триптих». Прекрасная режиссерская работа, которая до сих пор идет в театре-мастерской Петра Фоменко, даже 10 лет спустя, как его уже не стало. Вот и спектакль «Лубянский гример» Эдуарда Баякова, по моему мнению, как раз такой же показательный пример хорошего режиссерского спектакля, где в ходе просмотра мы наблюдали такую же разносторонность и разноплановость постановки, ее многозвучность и разноцветность, разноглубинность и разноэтажность, в которой было все продумано до мелочей. От камерного струнного оркестра в фойе перед началом спектакля, от включения незаметной, низкой, близкой к инфразвуку мелодии в буфете, откуда мы начинали просмотр, для придания ощущения тревоги, при демонстрации пыточных камер за стеклом, до воссоздания антуража и быта того времени, вплоть до живых коз и кур с соответствующим запахом в некоторых помещениях, изображающих быт крепостных людей, и до поминутного, а где-то и посекундного расчета всего представления. В сравнении со спектаклем «Триптих», классическим спектаклем на сцене и зрителями в зале, сложность постановки лубянского гримера усиливалась его иммерсивным характером, и нас, зрителей, находящихся внутри спектакля, по задумке режиссера, использующего антураж усадьбы 18 века, но ограниченного при этом вместительностью различных помещений, разделили на четыре группы, и каждую группу артисты, не прекращая свою игру, повели к главной сцене разными путями, по различным помещениям усадьбы, с этажа на этаж, но при этом в одно и то же время привели всех в общий зал, где мы уже все вместе досматривали финал спектакля. При таком усложнении артисты должны были быстро и незаметно перемещаться от одной группы зрителей к другой, чтобы всем был понятен сюжет. В общем, над таким спектаклем давляет очень жесткий тайминг. Именно поэтому в каждом помещении, где проходили актерские действия, я обратил внимание на незаметные для зрителей часы, отсчитывающие время спектакля. Эти часы были не для публики, не для дизайна, а именно для актеров. Просмотрев спектакль, первое, что я должен сказать, что Эдуарду Баякову и его команде удалось создать прекрасный, оригинальный и интересный спектакль, несмотря на все сложности и шероховатости. Не было никаких затяжек и проволочек, все смотрелось на одном дыхании. И подтверждением тому, что спектакль является режиссерским, по моей терминологии, служит не только то, что все было продумано до мелочей и жестко расписано по времени, но и тот факт, что из заявленных звезд, Евдокии Германовой, Эдуарда Флёрова и Леонида Якубовича, в спектакле была задействована только заслуженная артистка России, Евдокия Германова. Ее игра, должен сказать, была выше всяческих похвал, полное перевоплощение, даже некий актерский профессиональный кураж. На мой взгляд, это лучшая роль в спектакле. Но и остальные актеры, хотя были молоды и пока малоизвестны, тем не менее играли вдохновенно и талантливо. Они были не просто винтиками в механизме заведенных часов режиссерского спектакля, а реально и достоверно живущими персонажами. Что бы я еще хотел отметить? Опять-таки, приведу сравнение. Существует такой режиссерский подход, что нельзя ничего менять в авторском тексте, в сюжете, и надо ставить спектакль дословно. Но, во-первых, писатель – это не театральный режиссер, и пишет не сценарий пьесы, а пишет повесть или рассказ. И в его повествовании могут быть излишние для сцены моменты, затягивающие спектакль, сбивающие его динамику и уводящие зрителя в сторону от сюжетной линии. Там могут затрагиваться какие-то проблемы, не волнующие современного человека. А во-вторых, когда произведению 200, 300 и более лет и актеры говорят со сцены устаревшими, а то и вышедшими из оборота словами, непонятными зрителю, то все это вместе выглядит и звучит затянуто, архаично и скучно. Зритель же хочет видеть собственную жизнь, размышлять над собственными современными актуальными проблемами, искать ответы на свои вопросы, а не рассматривать картинки из прошлой жизни. Для этого существуют музеи. В качестве примера подобного режиссерского подхода приведу спектакль Римаса Туминоса «Горе от ума» по Грибоедову в театре имени Вахтангова, который я также смотрел несколько лет назад. Архаичный, практически дословный язык 200-летней давности, проблемы, волнующие героев того времени, но абсолютно непонятные нашим современникам, и при этом режиссерское, якобы модное и современное оригинальничание с костюмами, с музыкой и оформлением превратили спектакль в эклектичное, заумное и скучнейшее мероприятие. Честно скажу, я не выдержал, ушел со средины спектакля. Но есть и другой режиссерский подход. Это предание даже 200-летней классики современного звучания. Ведь суть человека не меняется с годами. Его основополагающие чувства и стремления не стареют. Библейские заповеди ведь носят вневременной характер. Поэтому ничто не мешает режиссеру, взяв классический сюжет, заговорить со зрителем современным языком и затрагивать, пусть аллюзиями и параллелями, но современные, волнующие зрителя проблемы. И тогда зритель может смотреть спектакль о древности, а видеть современный мир и свои сегодняшние проблемы. Смотреть на средневековых или античных героев в диковинных одеждах, а видеть там самого себя, свою жизнь, свои радости и горести, пытаться найти ответы на собственные трудные вопросы. Смотреть, как на подобные вещи предлагают посмотреть режиссер и актер на сцене. Но при таком подходе требуется и творчески изменять тексты, и даже не бояться вносить изменения в сюжет. Именно такой подход избрал Эдуард Баяков. В целом, сохраняя сюжетную линию тупейного художника Николая Лескова, режиссер по ходу действия спектакля добавлял некоторые детали, а некоторые наоборот убирал, как утяжеляющие сюжетную линию, но ничего существенного в нее не вносящие. Так Баяков убрал упоминание о брате графа Каменского, который был одним из триггеров развития сюжета в рассказе. Добавил повествование о Маркизе де Саде, с которым граф якобы встречался в Париже. Включил рассуждения устами графа о насилии, которое актуально в нынешние времена. Добавил размышления присыщенного любыми удовольствиями тирана о театре, как о единственном деле, которое способно доставлять ему удовольствие. Кстати, эти рассуждения графа Каменского напомнили мне о той мысли Иосифа Бродского, что поэзия – это видовая цель человечества. Ведь если даже развращенный своей мелкой, поместной, но неограниченной властью, сатрап приходит к тому, что получает удовлетворение только от, пусть крепостного, но искусства, то выражение Бродского, наверное, действительно правильное. Я бы только не скромно расширил мысль Бродского о поэзии и размышления графа о театре. И добавил бы, что, по моему мнению, наша человеческая видовая цель – это культура в целом, включая и поэзию, и музыку, и театр, и самое главное – включая культуру человеческого общения. Если же говорить о изменениях сюжета рассказа Лескова, то главного героя Эдуард Баяков отправил по воле графа Каменского не просто в солдаты, а послал воевать за юго-западные российские земли, именно туда, где у нас сейчас и идет специальная военная операция по демилитаризации, деноцификации и освобождению наших русских земель. И погиб главный герой – гример, не так, как это показано в рассказе Лескова, где его тупо зарезал ночью постоялый дворник, решивший украсть у него 500 рублей. А погиб гример достойно, как воин, как герой под Азовом, что сразу всем нам напомнило недавние бои за Азовсталь и освобождение нашего русского Мариуполя от нацистов. Поэтому спектакль Эдуарда Баякова с одной стороны погружает нас в атмосферу 200-летней давности, начала 18 века, в атмосферу крепостного права, а с другой стороны воспринимается современным, так как своими аллюзиями, параллелями и рассуждениями главных героев затрагивает наши сегодняшние проблемы. Мне такой режиссерский подход больше импонирует, чем подход статично-музейный. По моему мнению, театр своим искусством должен не только развлекать людей, но и задавать человеческим чувствам нужное состояние, а добрыми словами задавать человеческим мыслям нужный вектор размышлений. Благодаря внесениям изменений в текст и сюжет трагичной и пессимистичной истории Николая Лескова, Эдуарду Баякову удалось, на мой взгляд, сделать концовку своей истории оптимистичной, за которой забрежил рассвет, а не безысходный тупик, в который автоматически уперлись бы зрители, если дословно повторить сюжет тупейного художника Лескова. Да, Эдуарда Баякова можно обвинить в сентиментальности, когда граф-тиран Каменский в конце пьесы благородно подарил свой крепостной театр главной героине, хотя в рассказе Лескова этого не было. Но именно эта заявка на покаяние, на спасение погрязшей во грехах души графа и придала спектаклю оптимистичности. И очень оптимистично зазвучала песня в конце, которую вначале запевает одна из крепостных актрис Варька Версавия в исполнении прекрасной певицы Ольги Зрилиной. Затем песню подхватывает главная героиня Люба Аделина, которую играла Дарья Дуженкова, прекрасно, кстати, сыгравшая свою роль. А затем уже постепенно начинает петь вся труппа, стоявшая и по всему залу, и на сцене. Вот именно как-то, на мой взгляд, оптимистично зазвучала эта песня в конце, несмотря на минорные оттенки в мелодии. Такое у меня сложилось впечатление. Что в спектакле я не понял. В рассказе Лескова граф Каменский изображен местным князьком, самодуром, тираном, со своей тюрьмой, опричниками, палачами и пыточными. Изображен сатрапом, жестоко наказывающим своих крепостных за малейшую провинность и наводящим ужас на своих холопов. В спектакле же граф Каменский показан совсем не страшным человеком, сиборитом, апикурейцем, любителем удовольствий и рассуждений о высоком. И даже способным на благородные поступки, типа дарения театра своей крепостной актрисе. Точно так же не вызывали на сцене ужаса и страха его палачи-опричники. Это были какие-то добродушные деревенские вахлаки, а не жесткие и бездушные каратели, готовые запороть любого, на кого будет указан хозяйский перст. А не понял я следующее. Так это была режиссерская задумка? Или актеры просто не смогли создать соответствующие образы, вызывающие ощущение опасности и страха? Если режиссерская задумка, тогда в чем ее глубинный смысл? Может быть как раз в том, чтобы убрать излишнюю жестокость и придать спектаклю большей оптимистичности? Не знаю. И еще одно изменение в спектакле относительно рассказа Лескова вызывает у меня вопрос. Я говорю о введении в сюжет спектакля дьякона. Я так понял, что режиссер ввел эту фигуру только для того, чтобы не настоятель церквушки, а церковный технический служитель совершил неблаговидный поступок выдачи влюбленных беглецов опричникам. Хотя в рассказе Лескова это делает именно старичок-священник. Я могу понять мотивы, которыми руководствовался глубоко православный человек Эдуард Баяков, облагораживая православного священнослужителя. Вопрос в другом. Стоило ли приукрашивать действительность с учетом своих личностных убеждений? Хотя может быть и стоило с учетом того, что театр должен направлять чувства и мысли. Не знаю. Здесь мы приходим к вечным рассуждениям о праведности лжи во благо. А вот что еще мне понравилось в спектакле, помимо осовременивания, помимо придания оптимизма, помимо слаженной игры актеров и музыкантов. Мне понравилось то, что Эдуард Баяков взял за основу спектакля произведение именно русского литературного классика. И то, что он устроил из спектакля еще и экскурс в нашу русскую историю, в историю нашей русской архитектуры и эстетики. И понравилось то, что устами своих героев он говорил о серьезных вещах в эпоху от этого всеобщего стеба. Он говорил о Боге, об искусстве, о том, что пора ставить произведения наших русских авторов, а не одни переводные пьесы. Во всем этом я увидел проявление настоящего, спокойного, непоказного патриотизма Эдуарда Баякова. Поэтому, посмотрев спектакль, хочу сказать, что любопытство свое по поводу личности режиссера-постановщика, о котором я говорил вначале, я удовлетворил и увидел, что слова Эдуарда Баякова, услышанные мною в его различных интервью, не расходятся с его делами. Спектакль сделан высоко профессионально и пронизан любовью к России, к нашей истории, к нашей литературе, к нашему театру. Пронизан и тревогой за наши перспективы, но и верой в наше будущее. Конечно же, как и в любой работе, в спектакле есть некоторая шероховатость. Есть над чем работать. Но здесь надо учесть, что это первая работа нового театра. И коллективу надо притереться и к новым стенам, и к новой сцене. И самое главное, притереться друг к другу. Ведь стены в театре вторичны. Театр – это в первую очередь творческий коллектив. Создание театра – это не постройка здания, а формирование коллектива единомышленников и создание творческой атмосферы в нем. А это, надо признать, задача посложнее строительной будет. В целом, спектакль, по моему мнению, сделан очень хорошо. И мне, и моему продюсеру, то бишь моей жене, и нашей младшей дочери, которая была с нами, очень понравилась. Мы получили и театральное удовольствие от игры актеров, и эстетическое удовольствие от нахождения внутри этого памятника истории и архитектуры. Надеюсь, уважаемые любители рок-музыки, что и вам был интересен мой рассказ. И я рекомендую всем, у кого есть такая возможность, сходить посмотреть на это иммерсивное действие Эдуарда Баякова в усадьбе Салтыковых-Чертковых резиденции нового театра. Не пожалеете. Я сам, может быть, еще раз пройду, но уже по другому маршруту. Мне сказали, что красный маршрут тоже очень интересен. А мы шли по синему. На этом с вами прощаюсь, но ненадолго, так как совсем скоро буду презентовать новый студийный альбом рок-группы Волощука СД «Нам надо все и сразу». А затем на подходе и мой первый сборник детско-взрослых стихов в стиле рок. Всем пока. Все будет рок-н-ролл. Победа будет за нами. Мысли вслух Точны и честны Мысли вслух О том, о сём Интересны Мысли, если Сказаны Молощуком Победа будет за нами. Победа будет за нами. Молощуком Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...